Ноги как загорели под сундаментом. Всё, теперь у меня есть мобильная связь, два с половиной гигабайта. Вот для чего нужна москитная сетка на палатке, это их уже стало меньше, я сижу жду, куда они улетят. Вон их сколько. Я говорю, валите отсюда, они обратно возвращаются. Вот чем им здесь нравится, видно слышат мой запах, давайте. Я буду что-то выдать, они начнут меня кусать. Сплю я вот так, наполовину я накинул покрышку, приготовил её, тут если вдруг бы пошёл дождь, потому что на горизонте сверкало вчера вечером, я бы сразу остальную половину закинул бы и всё. Так свежо, и так я вижу велосипед, как раз тот случай, когда палатка должна стоять без колышков. Гватемала хорошая страна, мне нравится, но здесь тоже заборы. Пришлось там с краешки пролазить. Вечером футболку сполоснул, она естественно же мокая, всё мокрое, но при этом какая у нас температура 22,4. Так, я чищу зубы, мыло, идём попроснём в футболку. А теперь время футболки. Да, вот так вот и живём, тут все в Гватемале, так сказать, не, ну на самом деле нет, стиральные машинки есть, порошки есть, электричество, водопровод, всё у них есть, ну вода тёплая и это вообще, как его, целое мероприятие. Банный день, приходят дети, купаются, моются, это такая работа по хозяйству. Всё, я снова в строю. Красота? Красота. Комары. Красота. 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 Худенькие, правда, жаркие тут. Сделал небольшую себе остановку, помимо того, что позавтракал, купил ещё вот эти фрукты, как называется, я не знаю, заехал в тень от какой-то автозаправки или недостроенной или уже разваленной, частично, недостроенной и буду их есть, эта штука снимается и внутри такая красота, полностью съедобная, но не вся. Внутри косточка, по вкусу даже не спрашивайте, ну что похоже по вкусу. Нет, не знаю честно, ну не скажу. Вот, ну не знаю. Здесь у нас паром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И что мне нравится, бесплатный паром. Давай паром, хорошего тебе плавания, спасибо, что подвёз. Так, что у нас тут интернет, на неделю за 30 этих, это получается у нас 4 доллара, безлимитный WhatsApp, Facebook мессенджер, 800 мегабайт даётся на 7 дней. Так, всё, будет у меня новая сим-карта, местный интернет гватемальский, там где я был в туристическом городе, они ездили 60, типа ещё 30 за новый чип, а здесь всё вместе за 25. Стана, может кто его знает, может действительно какая-то другая сеть была, но по тарифам плюс-минус то же самое. Деньги гватемалы. Так, Зари показывает, что лучение это свет. Вставляли, вставляли, кажется она вообще пока не работает, потому что она вставила в свой телефон, тоже не работала, а потом её карточку в мой и заработала. Я с интернетом 2,5 гигабайта, так что по Гватемали точно будут потом, когда будете смотреть и вспоминать, что действительно в Инстаграме и Фейсбуке были регулярно публикации благодаря мобильным технологиям. О, курочек продают, давай поезжай. О, курочек продают, давайте поезжай. О, не! О, курочек продают. О, курочек продают! О, курочек продают, чтобы подсорить и плотать забавая, когда вы должны сделать то, что вы, да? Всё, поехал, я хочу сегодня, может 30-ку проеду, может нет, но сейчас бы ещё и перекусил и попил бы, а вместо попил фруктов. Вместо знака аварийной остановки используют накиданные ветки, чтобы водители заранее видели, что впереди что-то случилось с машиной, такое также, в Мексике я видел и в Африке, в Азии не помню, уже не скажу. Как мне и обещали, подъезжая ближе к горам, начнётся больше дождей, вот мы их уже видим, тучи на горизонте вместе с горами и с горами. Проезжаю очередную какую-то маленькую деревню, ну тут молодёжь играет в футбол, молодёжь играет в пол, кричит, не свистит, это нормальное дело, но без слова гринга, это приятно радует. Пойду сделаю пару интересных кадров, посмотрим как они реагируют, ну и плюс хочу показать как красиво, среди таких скалистых гор. Ай, тут болото, эй, куда вы все расходитесь? Поехали. 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 Все, повеселился. И вот как-то всё время они такое в порядке, но вот это со словом, частенько молодёжь такая смотрит на меня, ничего не говорит, только я проезжаю, они уже чувствуют безопасное расстояние, начинают кричать у меня гринга в спину, ну типа это не обидно, на самом деле это до чего они так из-под кишка это всё делают, ну и тоже, ну я уже на них не реагирую спокойно, и тоже вот молодёжь ехал, мне свистело, кричало, я думаю, вообще подарок судьбы, можно сделать пару интересных кадров, и вот пожалуйста, подъехал, всё, рассыпались, ну иногда мне кажется, что в слово гринга, они вкладывают зависть, обиду, ещё что-то на своих североамериканских соседей, а может на всех весь белый мир, не знаю, вообще добрые и хорошие ребята. Утро, я уже проехал 10 километров, вот доехал до посёлка, здесь интернет, подключился, посмотрел, проверил, сейчас у меня впереди 65 километров и на 1200 надо мне заехать, сейчас у меня высота примерно 300, чуть меньше 250, так что будет день весёлый. Ну вот и начинается, моё весёлое приключение. Я только начал. Уже устал, всё, уже просто обливаюсь, толкай велосипед, я не еду, нет, ну это конечно реально метров 100, но просто нет смысла, реально нет смысла. Сейчас посмотрим, как меня машина обвиняет, машина вверх. Еле едет. Еле едет. Машет мне, конечно. Зачем такие подъёмы придумали, а? Вот и нереально. Всё, оторвался, тяжело, руки болят держаться, виды красивые, потрясающие, потрясающее воображение. И не только. Как, ну еда в Гватумане, что у нас тут есть? Помидорки варятся, что-нибудь сейчас спросим. Суп, как борщ. Варенинград. Варенинград. Суп, как, естанська, я украинский. Варенинград. Не много. Что-то. Давай что-нибудь уже. Говорит, подождать, это всё, что я понял, вот сижу и смотрю, что приготовили, если надо сделать из метра 3 метра плёнки, то вот метод, надо горячим. Давайте-давайте, девушки, работаем, трабахар, трабахар. Полтора часа я прождал еду, проголодался ещё больше, чем было до этого. Слопал её в мгновение, поэтому даже забыл сделать фото, что же там было. Ну что, продолжаем, пару километров и опять начинаются подъёмы. Прямо так и манит. Тем более, в такой день, когда борешься со стольким количеством подъёмов. Вместо скот здесь используют мачете. Сказать, что я погибаю, это ничего не сказать. Я погиб ещё тогда, когда на карту посмотрел. А сейчас я воскрешаю, воскрешаюсь. Тот, кто думает, что у меня каждый день праздник, что легко и круто, туда, это таки так, показываю. Это просто нечто. Это все шлаки выходят. Лишний вес. Я, конечно, им рад, но такое, когда я из себя вот сюда бы ехал, было бы вообще супер. Ну что, немного цифр от человека с счастливым лицом, как у меня. И так, сейчас 14.20, причём мексиканское время, не успел его перевести. Проехал я 42 километра за три с половиной часа. 11, почти 12 километров в час средняя скорость. Максималка у меня при этом была 69, представляете, да, какие подъёмы и спуски. Всё, теперь подъём. Сейчас я выхожу на высоте 662 метра над уровнем моря. При этом я за свои 40 километров уже набрал 1200 километров, 1200 метров вверх подъёмов. Это было сумасшествие. И максималка 711. Так что, вот такое вот время, температура 25,6, потому что сегодня ещё и тучки пошли. Так, всего я проехал уже 1093 километра всего лишь с места старта за 60 часов времени. В общей сложности уже набрал 5291 метр. Сейчас сижу здесь, я уже съел булочку, выпил водичку. Пацаны играют, а я сижу развлекаюсь, тоже съел лечо. Азартные игры. Ну вот так, посижу ещё немножко и буду. Хотел спать крутить пляре, толкать велосипед. Приехал я в хостел, это Джимми. Я говорю, Украиня. Да, и он говорит, капитал Украиня. Киев. Говорит, знает, сразу же знает. Ну не по флагу знал, но так. Всё, идём. Будем смотреть, что это как у нас. Хостел стоит. А сколько он там стоит? Долларов 7-8 где-то так. Надо переводить. Фумар. Кухня. Можно всё использовать. Холодильник, плита, вода. Ауа? Томар. Ага. Фумар. 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 Я в комнате уже расположился, у нас даже есть вентилятор, как хорошо, что мы находимся на высоте 1300 метров над уровнем моря, поэтому здесь хорошо, свежо, не душно. Обычно, маленькая комнатушка, 4 спальных места, слава богу, у меня только один сосед, поэтому нам будет вообще хорошо. Как красиво они сложили полотенце, но это разве не мило? Я уже, конечно же, первое дело, это надо сразу заряжаться. И эта штука, кстати, мне досталась, ещё в Пакистане подарили. Ребята, супер. Вот, на 4 гнезда, но работает только 3. А тут, а ну свет, ещё и свет у меня работает. Особенность хостелов здесь, что они бесплатно дают тебе ящик в пользование, но у тебя должен быть свой замок, или покупаешь у них замок. И, и, а, его просто надо воткнуть, и будет работать у нас пропеллер. Воткнуть? Он вообще втыкается? Так что ли? Ух ты! Я не знаю, что впервые с таким сталкиваюсь, есть полярность у розетки. Видно. Один усик шире, чем другой. Так, и вот так вот не вставишь, потому что эти тоже, а вот так вставишь. Обалдеть. Впервые такое, а теперь... Класс! Что, туалет? Ничего, особенно с душем. Ну, единственное, что мне, конечно, немножко... Сейчас показываю. Ну вот. Ладно, тут я зашёл, вот здесь такая же история у меня. Вот. Как купаться мне? Ну, понятно, что полуприседом. Ну, и в тёплых странах они не используют бойлеры, они используют вот такие нагревательные штуки, которые прям нагревают проточную воду. В общем, этот день, не знаю как, ну вот видно, немножко подзагорел, я как-то прожил, пережил с этими сумасшедшими подъёмами, просто очень сумасшедшими подъёмами. Вот прям вот такими вот. Сегодня у меня заслуженный отдых, и пока был на дороге, ну такая усталость была, но не сильно, а сейчас именно прям рубит. И километр мне идти тут до магазина, хочу прогуляться до магазина, хоть и не голодный из-за усталости, вот бывает такое состояние. Но надо, что-нибудь вкусненькое может купить. Тихо, спокойно.